С японского языка дзюдо переводится как «мягкий путь». Это вид боевого искусства без использования оружия. Его основа – ударная техника, броски, болевые приемы, удержания и удушения противника. В России дзюдо приобрело особую популярность среди людей разных возрастов. Соревнования по этому виду спорта регулярно проводят и в нашем муниципалитете. На днях во Дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство под дзюдо для детей до 13 лет. Мероприятие посвятили погибшим сотрудникам ГУВД Ленинского городского округа. Проведение этого соревнования уже стало традицией. Ежегодно в нем принимают участие юные спортсмены из Москвы и Подмосковья. Ребята имеют разный уровень подготовки и количество побед на своем счету. Уровень мастерства дзюдоистов можно определить по цвету пояса. Белый – это новичок совсем, который еще 10 побед не имеет. Желтый – это уже 10 побед. Он выиграл, получил, сдал технику. Оранжевый – это уже, считайте, 20 побед. 10 над желтыми. А зеленый – это уже вообще. Город «Видное» представляла Анастасия Дорогавцева. Технике дзюдо она научилась в спортивном клубе «Орленок». В этом ей помог тренер Гаджимурад Гаджимурадов. Благодаря нашему тренеру я уже не боюсь. И с надеждой на то, что все будет хорошо в схватке, я иду с успехом вперед. Ярославу Козлову 12 лет. Четыре года назад он начал профессионально заниматься дзюдо. Сейчас он имеет оранжевый пояс. Чтобы его получить, Ярославу пришлось на протяжении двух лет много тренироваться и участвовать в соревнованиях разных уровней. Мне это очень нравится. Моя семья мной гордится. И вообще ощущение того, что ты сильнее, что ты побеждаешь – это очень круто. Дзюдо привлекает тем, что с его помощью можно поддерживать хорошую физическую форму, развить силу, гибкость, внимательность. А такие соревнования воспитывают волю к победе. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева.